Здравствуйте, товарищи! Мы продолжаем цикл наших передач, посвященных событиям столетней давности, событиям гражданской войны в России. Уже традиционно мы эти события рассматриваем в пространстве и во времени, то есть на каждый временной период мы рассматриваем ситуацию по всему кольцу фронтов, которые окружали тогда Советскую Республику. И вот сейчас мы вышли на очередной такой цикл, то есть у нас весна, начало весны 1919 года, и вот мы, опять же, традиционно начинаем рассмотрение с нашего северо-запада, то есть с Северного фронта, с района Архангельска и Мурманска, который, как мы помним, в то время был оккупирован интервентами. Надо сказать, что этот театр военных действий в гражданскую войну, он отличался некоторыми особенностями. Во-первых, большую часть времени основной боевой силой, которая там сражалась против красных, против большевиков, были непосредственно войска интервентов. А белые находились в таком сугубом меньшинстве. И вот если в других регионах там все-таки самим белым господам и их мобилизованным ими гражданам России пришлось воевать против красных, против своего народа, то вот здесь, на севере, эту миссию, так сказать, по привнесению цивилизации в наши дикие края, взяли на себя наши бывшие союзники по Антансе. И вот тут я процитирую историка британского флота Генриа Ньюболта, его книгу. Русский народ не высказывал желания помогать самому себе. Большинство относилось к собственной участи фаталистически, с готовностью примириться с тем, что случится, не желая сделать ничего, чтобы повлиять на ход текущих событий. Нормандский край, населенный не очень густо, дал всего 360 добровольцев. Но даже в Архангельском районе с гораздо более плотным населением изъявило желание поступить в армию лишь 1900 человек. Карелы не отказывались защищать свою территорию против вторжения финнов и немцев, но не хотели воевать нигде за ее пределами. Что же касается русских, то представлялось сомнительным, чтобы они без поддержки союзных войск стали бы драться где бы то ни было. То есть вот такой пессимистичной для интервентов и их прислужников была ситуация в этом регионе. Ну, естественно, как это делают все вменяемые военные руководители во время гражданской войны, нехватку добровольцев восполнили путем принудительных мобилизаций. То есть на севере эти мобилизации вовсю проводятся и благодаря этому количество непосредственно белых штыков удалось повысить. В итоге на конец декабря 1918 года на этом направлении со стороны противника присутствует 15 тысяч штыков интервентов, а всего там на довольстве состоит 23 с половиной тысячи военнослужащих, а соответственно у белых 5,2 примерно тысячи штыков и соответственно 7,2 это всего на довольстве, то есть с учетом небоевых единиц. То есть, как мы видим, тут белых практически в три раза меньше, чем интервентов. А противостояли им от примерно от 15 до 18 тысяч красных. То есть здесь вот как раз мы видим вторую особенность этого театра военных действий, что практически весь вперед здесь красные воюют в меньшинстве. В общем-то для гражданской войны это не типично и все-таки здесь, ну, положа руку на сердце, надо сказать, что на большинстве на других фронтах, как правило, красные воевали, что называется, неумением и числом. Хотя, конечно, при этом, в общем-то, удавалось и одерживать победы и умением, но в целом, как правило, там реализовывалось наше численное преимущество. Здесь у нас численного преимущества не было. Ну и дальше, чтобы уж описать эту ситуацию, кто всем этим руководил с обеих сторон? Со стороны интервентов командовал, начиная с конца октября фактически, а официально вступил в должность командующего союзными силами на севере России, английский бригадный генерал Эдмунд Уильям Айронсайт, который, в общем-то, честно прошел Первую мировую войну, то есть он там воевал на Западном фронте с ноября 2014 года по 2018 год. Ну и, соответственно, вот осенью 2018 года прибыл на север России, чтобы, значит, все-таки помочь своей родине сокрушить силы красных и получить такой лакомый кусок на русском северо-западе для его освоения и эксплуатации. Соответственно, Белую администрацию возглавлял такой старый, можно сказать, отец русской демократии, еще состоявший в ряды народниках Николай Васильевич Чайковский, который вначале был председателем Верховного управления Северной области. Затем, после того, как там состоялся неудачный переворот со стороны правых внутри белого движения, то с 7 октября он уже возглавлял Временное правительство Северной области, но я об этом подробно рассказывал в предыдущих передачах. Но это, естественно, такая фигура была в основном декоративная. И в январе 2019 года Чайковский уехал за границу и больше на север России не возвращался. Непосредственно военное командование именно белогвардейцами, поскольку понятно, что, так сказать, общее командование, оно было в руках интервентов, конкретно генерала Айренсайда. Но вот белыми формально командовал вначале полковник Борис Андреевич Дуров, который с середины сентября 2018 года был там командующий войсками, а одновременно генерал-губернатор Северной области. Но затем с ноября 2018 года его отправили в отставку, он уехал во Францию и, собственно, там потом уже жил остаток своей жизни, а прожил он достаточно долго, до 1977 года. И его, значит, фактически обязанности выполнял генерал-майор Владимир Владимирович Марушевский, который прибыл в Архангель с 19 ноября 2018 года и был назначен, правда, не генерал-губернатором, а помощником генерал-губернатора и, соответственно, помощником командующего русскими войсками Северной области. Но на деле, фактически, ему и пришлось этими войсками командовать вплоть до августа 2019 года. Ну, опять же, как я уже рассказывал в одной из предыдущих передач, Марушевский отличился тем, что во время Октябрьской революции он был арестован, после чего дал субсорочную расписку, где было сказано современной власти, считая нужным подчиниться и исполнять ее приказание. После чего добренькие большевики его отпустили, Марушевский уехал в Финляндию, а потом, значит, вернулся на русский север для того, чтобы воевать против своего народа за высокие идеалы социального неравенства и свободы торговли. Ну, а вот формально возглавлял белые силы с 13 января 2019 года генерал-лейтенант Евгений Людвиг Карлович Миллер. Соответственно, опять же, за, так сказать, успехи в войне против своего народа он вскоре был произведен к генералу от кавалерии, но первоначально вооруженные силы подчинялись именно Марушевскому, и там по этому поводу между ним и Миллером были всякие разногласия, интриги. Но, опять же, все это была такая, значит, что называется, разборки халуев, а заправляли всем интервенты. С нашей стороны еще 11 сентября 2018 года по приказу Реввоинсовета Республики был создан, точнее, 11 сентября 2018 года вышел приказ об образовании Северного фронта, а фактически фронт был создан 15 сентября. Он включал в себя две армии, шестую и седьмую, но при этом седьмая армия была предназначена для обороны Петрограда, а непосредственно на севере воевала шестая армия. Соответственно, начиная с 22 ноября 2018 года, там более ранний период, мы уже не будем повторяться, этой армией командует генерал-майор, бывший генерал-майор царской армии Александр Александрович Самойло. Это, в общем, человек такой достаточно интересный и достойный. Надо сказать, что он потом фактически этой армией командовал, в общем, достаточно долго. И потом продолжил уже службу после гражданской войны и уже в Красной армии дослужился до гидролейтенанта. При этом репрессирован не был. Также тут надо отметить, что после того, как у нас фактически после поражения Германии и ее союзников в Первой мировой войне был денонсирован Брестский договор и Красные войска начали освобождение занятых немцами областей бывшей Российской империи, то, соответственно, и седьмая армия приняла в этом активнейшее участие, но об этом я тоже уже рассказывал, то после этого 12 февраля 19 года был создан Западный фронт, причем он был создан на базе управления Северного фронта, а, соответственно, Северный фронт через неделю, 19 февраля, был упразднен. И с тех пор, собственно, 6-я армия уже подчиняется непосредственно главкому Красной армии, то есть тут она в состав ни одного из фронтов не входит. И так, в общем-то, уже продолжается вплоть до освобождения Северной области от интервентов и белогвардейцев. Ну, а теперь посмотрим, собственно, на карту, значит, что здесь в этом регионе творится вот по состоянию на начало 19-го года. Дело в том, что, в отличие от многих других регионов нашей страны, тут на Севере достаточно мало таких удобных направлений для наступления. И фактически все эти направления, они, можно сказать, сводятся к трем. То есть со стороны из Архангельска, который был занят интервентами 2 августа 1918 года, можно, во-первых, наступать по Северной двине и ее притокам. А эта река такая мощная, судоходная. И там можно дойти до Котласа, и даже потом до Вологды. То есть, таким образом, и проникнуть в центр России, и соединиться с войсками Колчака. Второе направление наступления из Архангельска, это по железной дороге на Вологду. Там примерно 600 километров. Опять-таки, очень перспективное направление, потому что дальше можно уже куда-то там двигаться. И, наконец, третье направление, это опять же по железной дороге, но ведущие из Мурманска в Петрозаводск. Ну, а дальше там уже можно двигаться на Петроград или, в общем-то, еще куда-нибудь. То есть, опять же, таким образом проникнуть в такие более перспективные регионы нашей страны. Но при этом, опять же, значит, что получилось, что вот интервенты по всем этим направлениям получили должный отпор со стороны красных войск, и, соответственно, их наступление было остановлено, а кое-где они даже были и отброшены. Соответственно, по состоянию вот на начало января 2019 года, если брать Северную Двину, то там, соответственно, интервенты и Белые занимали позиции, во-первых, непосредственно на самой Северной Двине, примерно чуть южнее места, куда в нее впадает Вага. Потом дальше на реке Пинниге, где, соответственно, ими был занят одноименный городок, являющийся местным уездным центром. И также вот еще 17 сентября, продвигаясь по Ваге, это, соответственно, левый приток Северной Двины, американские войска заняли Шенкурск, это, опять же, уездный центр, и второй по величине город Архангельской губернии. Соответственно, тем самым, значит, создав, опять-таки, такой некий плацдарм для дальнейшего наступления, но ввиду погодных условий там дальше наступать им не пришлось. А в свою очередь, в второй половине января 19-го года Красный там нанесли контрудар, и, соответственно, в Шенкурске было нанесено поражение американскому батальону, также там присутствовала и канадская артиллерийская батарея, плюс там, соответственно, белые войска. При этом, ну, об этом я подробно рассказывал в одной из предыдущих передач. Сейчас, значит, скажу лишь, что фактически там замысел Красных состоял в том, чтобы вообще отсечь вот эти войска белых интервентов, значит, то есть их взять в кольцо и уничтожить. Значит, причем это отсечение планировалось примерно в том месте, где Вага впадает в Северную Двину, после чего непосредственно идти на Архангельск и попытаться его освободить. Благо, что сейчас зима, а Архангельск, в отличие от Мурманска, это порт замерзающий. То есть, если с Мурманском там шла круглогодичная навигация, то с Архангельском там у интервентов проблемы со снабжением. Но здесь полностью реализовать этот сценарий не получилось. Но, собственно, здесь и так, в общем-то, Красные совершили такой достаточно, добились достаточно большого успеха, потому что тут, когда наступает несколько разрозненных отрядов, причем с разных направлений, и при этом тогда, в общем-то, средства связи еще оставляют желать лучшего, то, в общем-то, тут вообще надо только восхищаться тому, что, в принципе, Красным все-таки основной замысел этой операции удался. Но, тем не менее, интервенты все-таки смогли из Шенкурска отойти, потому что Красные пересекли основную дорогу, идущую из Шенкурска, но, соответственно, интервенты отступали по одной из заброшенных листных дорог, но им пришлось там бросить все тяжелое вооружение, все запасы, которые стали трофеями красных. Ну и, соответственно, в итоге Красные ограничились тем, что продвинулись на 90 километров к северу от Шенкурска, и, соответственно, вышли к Северной Двине. Таким образом, значит, вот здесь, после этой операции, получилось вот примерно такое положение, как вот видно сейчас на этой карте. Ну и, к слову, замечу, что вот эта Шенкурска операция пока что является самым крупным из прямых столкновений российских и американских войск. То есть это была ситуация, когда нашими войсками был разгромлен американский батальон. Ну, естественно, поскольку история продолжается, и тут у нас с каждым днем все, значит, интереснее событие развивается, то вполне возможно, что через какое-то время этот результат будет превзойден, и мы увидим такие более крупные столкновения. Но пока что вот именно большевики в январе 19-го года наиболее, так сказать, сильное поражение американцам нанесли. Так, теперь, значит, что получается вот по состоянию на начало марта 19-го года. Здесь у интервентов фактически получается ситуация такая двоякая, потому что с одной стороны Первая мировая война закончилась, и от этого у них освободились силы, то есть, значит, и армия, и флота, которые можно было бы направить против Советской России для того, чтобы все-таки вот наконец-то свергнуть власть большевиков. Но, с другой стороны, поскольку, опять-таки, Первая мировая война закончилась, то мобилизованные многомиллионные массы военнослужащих во французской, английской, в общем-то, и американской армии, да и других армиях стран Антанты, в общем-то, задают такой резонный вопрос, а вообще говоря, не пора ли нас демобилизовать и отправить по домам, и что мы вообще делаем вот в этой России, где, в общем-то, нас, куда нас не звали, и вроде бы нам тут не рады. Поэтому там войска интервентов начинают волноваться. Там даже происходят инциденты и с английскими, и с французскими военнослужащими. Но об этом я рассказывал уже в передаче, посвященной Шенкрунской операции. Но вообще надо заметить, что вот, значит, когда у нас, опять же, вот в советское время у нас очень любили рассуждать вот это, о международной солидарности трудящихся, и о том, что в гражданскую войну большевикам там очень сильно помогло то, что вот за них там как бы вступились, так сказать, рабочий класс, вот и Англии, и Франции, в том числе и рабочий класс, одетый в солдатской шинели. Но я отвечу так, точнее прокомментирую этот тезис, что, как ни странно, точнее, тут ничего странного нету, но классовое сознание среди вот таких мобилизованных пролетариев западных стран просыпается после того, как этим пролетариям хорошенько, так сказать, вымажут на поле боя. То есть после того, как они будут разгромлены, и особенно если попадут в плен, то потом, да, они сразу же вспоминают о своем классовом происхождении и начинают там рассказывать всякие там сказки о том, значит, что вот их тут мобилизовали насильно, и что они там всей душой советской России. Значит, опять же, об этом я уже примеры в предыдущих передачах приводил. Но, тем не менее, да, вот интервентам там в этом отношении уже как-то не очень хорошо. Поэтому здесь получается, что тот же самый Черчилль, который 14 января 1919 года стал военном министром Англии, он, в принципе, в общем-то, уже публично заявляет о том, что надо бы войска вывести, но при этом он посылает телеграмму Айронсайду, а также генерал-майору Мейнарду, который командовал войсками мурманской группировки, где говорит о том, что необходимо сохранять присутствие союзных войск на севере, потому что лучше рисковать несколькими тысячами человек, хотя риска не будет, если железная дорога будет действовать нормально, чем позволить рухнуть всей системе русско-сибирского сопротивления большевизму. Какой мир будем мы иметь, если вся Европа и Азия, от Варшавы до Владивостока, будет находиться под властью Ленина? Ну и к тому же, если мы вспомним, что как раз в марте 2019 года на других более важных фронтах Красный начинает нести поражение, то есть как раз в это время начинается наступление Колчака, и фактически весь Восточный фронт откатывается на запад. Опять же, в это время идут ожесточенные бои на Донбассе, и при этом там белые войска генерала Деникина постепенно берут верх, поэтому, естественно, что интервентом ни в коем случае с севера уходить нельзя, а наоборот, надо пытаться наступать, чтобы все-таки попытаться прорваться в центр России и соединиться с войсками Колчака. Ну и посмотрим, как они это пытались сделать. Первое, опять же, из направления, вот если мы будем смотреть по карте вот в этот северо-восточный угол фронта, это вот тот самый город Пиннига, который, в принципе, значит, он... Значит, там получается как? Что от Архангельска по рекам там примерно чуть больше 200 километров, то есть, во-первых, от Архангельска до усть Пинниги, то есть место, где река впадает, примерно 100 километров, и еще 115 километров от места впадения Пинниги в Северную Двину до этого города. Значит, в этом город был занят одной из рот 339-го американского полка. Ну, правда, рота достаточно многочисленная, потому что вообще этот полк был такой полнокровный, поскольку он, в общем-то, в боевых действиях против немцев в Первой мировой войне не участвовал, сразу же направился на север России. То есть, вот, значит, мы можем видеть на фотографии этих людей, которые как раз вот зимой 18-19-го года в Пинниге находились. Но, благодаря присутствию американцев там, соответственно, им и примкнувших у них силам белых удалось отстоять Пиннигу, и, соответственно, попытки красных ее освободить зимою 18-19-го года успехом не увенчались. Ну, в это время, естественно, что на занятой белыми территориями соответственно противники белой идеи просто физически уничтожаются. Причем здесь зачастую для этого используются такие достаточно зверские способы, типа на утопление в проруби. Вот тут я зацитирую пару показаний свидетелей. Егора Дмитриевича Ермолина белые в прорубь спустили. Он хотел вылезти, за лед зацепился. Ему пальцы топором оттюкнули. Он утонул. Другое показание. Матвеева поставили к проруби. Обреченный просил, чтобы его расстреляли, но Кулаков закричал на нас. «Колите!» Он не был связан, сильно кричал. Арестов взял кол и стал заталкивать Матвеева под лед. Тот кричал. Ну и здесь опять же из донесений одного из белых отрядов, действовавших как раз на пинежском направлении, говорилось, что в марте 19-го года у деревни Торома из перехваченной группы красной разведки противник потерял пять человек убитыми, шестнадцать ранеными и трех пленными. Ну а дальше идет такая замечательная фраза «Раненые и пленные после допроса умерли». Ну, видимо, как-то само собой получилось, что взяли и почему-то умерли. Ну и здесь получается такая позиционная уже война на этом участке, то есть интервенты и белые сидят в пинеге, красные сидят рядом, соответственно, никто никого подвинуть не может. Но в конце марта 19-го года Айронсайт решил попробовать здесь совершить наступление с целью очистить от красных весь пинежский район. Как отмечал дальше в своих воспоминаниях генерал Марушевский, генерал Айронсайт решил дать красным хороший удар, чтобы дать им почувствовать нашу силу, а с другой стороны добиться успеха, чтобы загладить впечатление потери Шенкурска и Тарасова. Ну, Тарасово – это крупное село в южной части Холмогорского уезда, которое было освобождено красными буквально через два дня после окончания Шенкурсской операции, то есть 27 января. Но при этом надо сказать, что по большому счету вот это пинежское направление, оно в стратегическом отношении малоперспективно. Потому что если, опять же, посмотрим на карту, тут, в общем-то, фактически это идет какое-то продвижение там в этих северных уездах Архангельской губернии. То есть, в принципе, оно имеет смысл только исходя из таких, можно сказать, экономических соображений, потому что это позволит интервентам более успешно осваивать богатство русского севера. Потому что, как в то время заявил один из английских деятелей, леса севера могли полностью окупить российские долги странам Антанты. И для этой цели, что происходит? Во-первых, наши, так скажем, точнее, союзники, бывшие по Антанте, потребовали сменить командование белыми силами пинежского уезда. Если там до этого командовал капитан Акутин Павел Тимофеевич, и, причем, в общем-то, более-менее успешно, то, соответственно, по требованию генерала Айронсайда, точнее, это было, конечно, не требование, а настоятельная просьба, Акутин был заменен войсковым старшиной Петром Александровичем Делакторским. Но войсковой старшина – это казачье звание, которое соответствует армейскому подполковнику. Значит, ну, надо сказать, что, в принципе, опять же, Делакторский, он уже до этого сражался с большевиками в этом регионе, естественно, вместе со своими англо-французскими хозяевами, еще даже в августе 2018 года, то есть именно он возглавил, значит, те белогвардейские силы, которые были отправлены с кораблями интервентов вверх по Двине, чтобы захватить Котлас. Но там они, как мы помним, получили отпор от Северодвинской флотилии Красных, и, соответственно, этот поход окончился неудачей. Ну, тем не менее, вот, фактически, что получилось дальше? Что, в общем-то, генерал Марушевский, он бы и хотел бы оставить капитана Акутина там командовать, значит, и к тому же он считал его более грамотным офицером, чем этот казачий, так сказать, войсковой старшина. Но поскольку, опять же, значит, здесь кто платит, тот и заказывает музыку, то, как пишет Марушевский, уклониться от назначения Дилакторского значило заранее обречь всю операцию на неуспех и на нескончаемые жалобы англичан на действия русских войск. Значит, ну, естественно, что, опять же, общее руководство боговыми действиями здесь каким-то дикарям генерал Айронсайд поручить не мог, поэтому, в общем-то, общее командование было поручено полковнику Бортону. И, соответственно, на 2 марта 2019 года генерал Айронсайд отдает приказ полковник Бортон примет командование в Пинежском районе над всеми войсками в нем по получению этой телеграммы. Подполковник Дилакторский немедленно выйдет в Пинегу, где примет командование под начальством полковника Бортона. Ну, при этом, естественно, что силы белых и интервентов там на этом направлении были усилены. В частности, туда был направлен отряд в 500 человек под командованием капитана 2-го ранга Чаплина. Ну, опять же, эта фигура такая очень колоритная, я про него рассказывал в предыдущих передачах, посвященных северному направлению, потому что этот человек, будучи офицером русского флота, одновременно также поступил на службу в английский флот, соответственно, принял активнейшее участие в захвате интервентами Архангельска, чуть не стал диктатором русского севера, ну, естественно, подконтрольным англичанам, но дальше, значит, как бы карта легла по-другому, и вот сейчас он выступает в качестве, фактически, командира батальона на пьянижском направлении. Значит, соответственно, кроме того, там поступило, помимо пополнения в людях, также пополнение в артиллерии в количестве двух шестидюймовых орудий, соответственно, был также запрошен взвод шестидюймовых гаубиц, но они, правда, к началу вот этого мартовского наступления прибыть не успели. Соответственно, поскольку там, значит, местность такая, в общем-то, не располагает, особенно, значит, к передвижениям, все наступление планировалось в виде удара трех колонн на разных направлениях, то есть, тем самым, фактически, интервенты и белые попытались повторить то, что сделали красные под Шенкурском. Соответственно, первая колонна по командованию капитана Акутина должна была наступать на деревню Усть-Поча, вторая колонна капитана второго ранга Чаплина из района Саяльского озера должна была подержать с правого фланга первую колонну ударом на деревню Почезерская, а, соответственно, третья колонна, значит, которая, в общем-то, находилась под командованием полковника Бортона, но непосредственно ею там командовал полковник Эдвардс должна была из района деревень Леонова остров совершить такой многокимлитровый марш по лесу с целью зайти в глубокий тыл Красных для захвата села Карпогоры. В результате всех этих действий планировалось, что силы Красных, которые там были представлены 160-м стрелковым полком, будут окружены. Начало наступления было намечено на 22 марта, но, опять же, этот день у белых с утра не задался, потому что в этот день Красные, как, значит, докладывал Чаплин, подведя пушку, атаковали батальон Чаплина и весьма его потрепали. В результате, соответственно, наступление белых было отложено на 4 дня, то есть Чаплин перешел в наступление только 26 марта в 7 утра. Правда, опять же, его люди наступали уже так весьма вяло, поскольку, значит, соответственно, уже получили перед этим такую основательную трепку. Так же получилось, как докладывали об этом белые командиры, наступление кончилось неудачно, почи взять не удалось, сильно мешала погода и усталость людей. Отвел подполковника Акутина в район Торома-Ревполья, Чаплина соял за озерью. Необходим отдых 2-3 дня. Партизаны Акутина за бой понесли большие потери, и поднять их сейчас трудно из-за настроения. Люди Чаплина вообще слабые. От третьей группы результатов пока нет. А, собственно, вот эта третья группа, которая, как мы помним, которая в данный момент командовал полковник Эдвардс, значит, с ней вообще произошел такой полный конфуз. Значит, здесь, как по этому поводу писал генерал Марушевский, действия английской колонны не оказали никакого влияния на работу русских сил по крайней удаленности выбранного англичанами пути следования. Кроме того, самые действия англичан носили чрезвычайно своеобразный характер. Колонна начала движение по тундре очень быстро, благодаря громадному количеству взятых подвод. Пододвинувшись к самому району боевых действий, колонна заночевала, не принявши почти никаких мер охранения. Перед рассветом начальник колонны отдал приказ двигаться назад. Движение назад было произведено настолько быстро, что англичане не хотели стеснять себя взятыми боевыми и предовольственными запасами. Огромное количество этих запасов было затоплено в прорубях одного из глубоких притоков Пинниги. Особенно жалко было, говорили мне бомбометчики из русских, топить снаряды для бомбометов, тем более, что запасы их были весьма невелики. Значит, ну то есть здесь такая, значит, если вот исходить из, так сказать, буквы, написанного генералом Марушевским, происходит такая, в общем-то, очень странная, таинственная картина. Значит, что вот англичане, значит, наступают, соответственно, становятся на ночевку, при этом не принимая никаких мер охранения, но при этом ничего страшного с ними не происходит, однако, почему-то на следующий день они устремляются в обратную сторону, а, соответственно, привезенные ими запасы зачем-то топят в проруби в реке Пинниги. Такое впечатление, значит, что здесь как бы поработала цензура, либо самоцензура. И действительно, если мы посмотрим донесения красных, то есть оперативные сводки 6-й армии, то там сказано следующее. 27 марта противник по дороге из деревни Леуновская, что 40 верст выше у степеники, неудачно атаковал наше расположение у деревни Майбуровская, оставив на месте боя троих убитыми и два автомата. Нами взято в плен пять человек. Значит, ну, что здесь так подразумевается под автоматом, я даже не знаю, поскольку в то время, в общем-то, если говорить современными терминами, то, в общем-то, в мире существовал только один вид автоматов, это тот самый знаменитый автомат Федорова, который был произведен в России в количестве нескольких десятков штук. То есть, если здесь они использовались, то, конечно, может быть, но возможно, что здесь имеется в виду какой-нибудь ручный пулемет или пистолет-пулемет. Значит, цитирую дальше. 27 марта в 20 часов противник вновь повел наступление на деревню Майбуровская и после шестичасовой боя отошел. Потери противника пока не выяснены. С нашей стороны один раненый. 28 марта в 2 часа противник повел наступление на деревню Майбуровская, но после двухчасового боя нами был отбит. Вследствие обхода нашими войсками фланга противника 5 верост юго-западнее Майбуровская последний поспешно отступил по дороге на деревню Леуновская, после чего нами без боя занят его лагерь, где им оставлено около 30 тысяч патронов, несколько винтовок, много пулеметных лент, около 1000 бомб, 100 пар лыж, 30 бочек с маслом и керосином, 100 одеял, 12 лагерных палаток, 30 верст провода и другие предметы снабжения. То есть, таким образом, получается, что, опять же, здесь на самом деле английский отряд потерпел поражение и вынужден был оттуда удирать впереди быстрее собственного визга, бросив все то, что нельзя с собой унести. То есть, вот здесь практически мы видим, что винтовок красный почти не захватили, поскольку, в общем-то, винтовки все-таки солдат с собой унести могли. Но вот, например, те же самые бомбы для бомбометов в количестве тысячи штук, они были вовсе не затоплены в проруби, а попали в руки красных. Так же, как и другие разнообразные трофеи. Таким образом, фактически, наступление интервентов и их местных прислужников закончилось полной неудачей и, но 31 марта главнокомандующий союзными силами генерал-майор Айронсайд отдает следующий приказ. Ввиду того, что не было возможности очистить верховье реки Пинниги в течение зимы, необходимо разработать план, чтобы сделать это с помощью речной флотилии, как только река вскроется. Тогда часть войск освободится для других операций. Во главе операции должен был бы встать полковник Делакторский. Речная флотилия должна быть русской. В этом деле примут участие следующие войска. Акутинский отряд, Чаплинский отряд, пиннижские партизаны, ныне находящиеся в Холмогорах. После удачного конца операции предполагается увезти оттуда батальон, находящийся под командой Чаплина, оставив там лишь местные силы. Дальше Белые начинают готовиться к наступлению, а полковник Бортон, несмотря на такой блестящий успех его соплеменников, получает в награду крест Виктории. Это, в общем-то, одна из высших военных наград Англии. И возвращается в Англию. Но, тем не менее, что получается? Что уже для того, чтобы наступать более успешно, интервенты и их местные прислужники решили, как следует подготовиться. При этом, опять же, тут немного забегая вперед, тут я поясню вот к этим словам из приказа Айренсайда, когда он говорит о том, что необходимо использовать именно русскую речную флотилию, тут имеется в виду, что должны использоваться непосредственно вот эти вооруженные речные пароходы, естественно, с русскими экипажами. Поскольку в это время тут на Северной Двине уже были собраны достаточно такие мощные силы английского флота. Но про них я расскажу уже чуть позже. А конкретно, значит, для наступления в Пиннижском районе планировалось использовать канонерку под названием «Опыт». Ну, естественно, эта канонерка самодельная, то есть, это не штатный военный корабль. Он из гражданского парохода был переделан. Соответственно, на него поставили, планировалось поставить пять трехдюймовых орудий и еще одну трехдюймовую гаубицу. При этом, что интересно, что одно из этих орудий австрийское, соответственно, четыре японские гаубица, вот, как я уже сказал, русская. Кроме того, также планировалось туда на барже подвезти две шестидюймовые английские гаубицы. Но, что интересно, что планировалось массированное использование химического оружия. То есть, при этом для этого планировалось получить 750 химических снарядов для шестидюймовых гаубиц и порядка двух тысяч газовых снарядов для трехдюймовых. Соответственно, как бы, в качестве такого обоснования применения химических средств, естественно, использовался такой, значит, предлог, как донесение английского майора Гилмора, который сообщил, что во время занятия освобождения красными деревни Тарасова 27 января 19-го года красными было выпущено аж целых три химических снаряда. Ну, в принципе, я не знаю, имел ли место этот факт. В принципе, вполне возможно, что и имел, потому что, в общем-то, в то время химическое оружие вовсе использовалось, в том числе и красными. Но тут, значит, интересно сравнить масштабы, поскольку вот красные выпустили три снаряда, которые, в общем-то, очевидно никакой роли в освобождении Тарасова не сыграли. Соответственно, на белые интервенты собираются отвезти тремя тысячами снарядов. Значит, и в марте 19-го года в Англии снаряжается корабль, на который вот эти потребные снаряды для трехдюймового, шестидюймового калибра были погружены. и 30-ть, значит, кстати говоря, значит, что 31-го, то есть, это было сделано еще заранее, потому что 31-го марта 19-го года этот корабль уже прибыл в Архангельск, несмотря на то, что там еще ледовая обстановка была весьма непростая. Соответственно, дальше 4-го апреля командующий королевской артиллерией в Архангельске майор Дилаге подписывает приказ, в котором распределяет вот эти химические снаряды уже между отдельными подразделениями. Соответственно, 28-го апреля на совещании в Архангельске с союзным командованием принимается решение все-таки эту химию использовать. И, соответственно, 6-е мая полковник Дилагторский, то есть, он уже из войсковых старшин стал полковником, но, как мы помним, что за войну против своего народа там белые достаточно быстро повышаются в ценах, он, соответственно, берется непосредственно на подготовку к наступлению, при этом, в общем-то, надеясь, что подавляющее превосходство в силах плюс использование боевой химии позволит ему в этот раз добиться успеха. но, правда, здесь как раз вот буквально перед этим на самом деле у белых начинаются всякие проблемы, а именно 25 апреля 2019 года в частях 3-го северного полка, которые сменили на позициях отряда интервентов, вспыхнуло восстание. Значит, соответственно, после этого красные перешли в наступление и для укрепления северодвинских позиций командование интервентов было вынуждено перебросить на это направление отряд капитана 2-го Радго Чаплина, то есть, таким образом, силы белогвардейцев на пьянижском управлении было серьезно ослаблены. И после этого полковник Дилакторский в докладе Марушевскому пишет Ввиду уменьшения моих сил для операций наполовину прошу принять во внимание, что наступление я должен вести обоими берегами и что я не буду иметь резерва. Твердо надеюсь вздуть красных, которые сейчас укрепляют свои позиции. Я успех операции базирую на выигрыше времени и использовании распуты. Каждая отсрочка уменьшает мои шансы на успех, опоздание артиллерии, снарядов испортит мне больше, чем отобрание полка, поэтому еще раз настаиваю на немедленном выходе опыта и всего, что было установлено на совещании. Ну, здесь, естественно, имеется вот эта канонерка опыт. так же, вместо того, чтобы получить столь ожидаемое подкрепление, Дзелок Торфский столкнулся с новыми проблемами, а именно 13 мая взбунтовались пинежские роты, отказывались грузиться на пароходы и выступать на фронт до тех пор, пока им не будет выплачено задержанное двухмесячное жалование и пособие семьям. Соответственно, мятеж начался в первой пинежской роте, на следующий день, 14 мая, к ней присоединилась вторая пинежская рота и пулеметная команда. Соответственно, при попытке их обезоружить, тут, как было сказано в донесении, роты не постеснялись спустить в ход пулеметы, винтовки и дали настоящий бой. Два лучших офицера, поручики Усов и Едовин, убиты. То есть, таким образом, вот это взбунтовавшееся быдло убило пару господ-офицеров. И, соответственно, полковнику Дилакторскому вместо того, чтобы начинать наступление, пришлось снимать с позиции первый верхнепинежский партизанский отряд и благодаря этому удалось этот мятеж подавить. Но дальше, опять же, как говорится, не понос так золотуха. Значит, в реке Пенниге упал уровень воды и, соответственно, опять же, как Дилакторск об этом сообщает, опыт на днях думает о слатье в Архангельск, на позицию пройти он не смог, вода упала, считая его бесполезным. Ота слатье получил распоряжение главнокомандующего. Совершенно оправлюсь для активной работы через 10-12 дней и получу к тому времени английских солдат. Еще нет 18-фунтовых снарядов сериографировал в главный штаб. Из бунтовавших устроек гвардии у меня еще хватит характера. Значит, ну, тут 18-фунтовый калибр, это на самом деле соответствует вот этим 3 дюймам, то есть 76 миллиметрам. То есть, таким образом получается, что, значит, фактически еще не успев вступить в бой, непосредственно белые войска уменьшились тут практически вдвое. Правда, тут наконец-то в Пенегу прибывает вот этот взвод из двух 6-дюймовых гаубиц, а вот снаряды к 18-фунтовкам, то есть к 3-дюймовым орудиям запаздывают. И по этому поводу опять дедакторский пишет донесение в Архангельск и там упоминает. До сих пор не могу получить 18-фунтовых газовых снарядов, масок и обмундирования. Состояние воды позволяет мне располагать времени для операции в течение двух недель. Но, наконец-то, химические снаряды прибывают 29-го мая, и дальше они были пущены в ход, но об этом я уже буду рассказывать в одной из следующих передач, потому что здесь мы уже выходим за рамки нашего временного интервала, а тут нам надо еще рассмотреть те события, которые происходили на других направлениях на Русском Севере, то есть, что происходило на Северной Двине, а также на железных дорогах, идущих на Вологду и на Петрозаводск. Это, опять же, все будет в следующей передаче. Северной 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 Северной